Датчик задымления и угарного газа разработали туркестанские школьники. Особенность прибора в том, что сигнал бедствия можно получить на расстоянии. Проект стал лучшим на областном этапе республиканского конкурса ЗЕРДЕ. Наши корреспонденты встретились с юными изобретателями. Семиклассники Ануар и Сиралы увлекаются программированием. Продвинутые школьники решили направить свои способности на пользу людям. Участившиеся трагедии, связанные с пожарами, сподвигли подростков усовершенствовать датчики задымления. Новый прибор поможет взрослым быстрее помочь детям, которые попали в беду. Мы использовали широко известную платформу Ардуино Уно. Подключили микроконтролер Киин Человека. И когда датчик МКУ-2, работающий на батарейках, нагревается, к владельцу приходит СМС-сообщение. Давайте попробуем на деле. Датчики задымления и газа существуют давно. Но теперь, благодаря возможностям программирования, оповещение о ЧП можно получить на расстоянии. Это может помочь спасти людей или детей, например. Ведь они могут надышаться дыма и уснуть. Серьезное увлечение учеников изобретательством первой заметила их учительница по информатике Салтанат Уятбаева. Она помогла детям создать устройство, подсказывала, направляла в нужное русло. Вместе с неравнодушным наставником дети достигли первого успеха. Стали победителями областной олимпиады. Их изобретение заинтересовало даже специалистов. Мы презентовали свое изобретение руководству областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Они хорошо оценили прибор, посоветовали предоставить его в научный центр МЧС Кокшетау. Мы это обязательно сделаем, а пока готовимся к участию в республиканском конкурсе. Юные техники надеются на победу на финале научного состязания. Но еще больше они надеются, что их изобретение найдет практическое применение и поможет спасти жизни людей. Шандо Шумабек, Ербул Абиш, Айслу Махмутова, Туркестанская область, 24КЗ.